Привет! В прошлом видео мы с тобой обсуждали, какие изгибы для наращивания ресниц существуют, какие нюансы стоит учитывать при их выборе, а сегодня я расскажу, как подбирать изгиб конкретно под каждого клиента. Если вдруг ты впервые на моем канале, я буду очень рада, если ты на него подпишешься. Ну и на всякий случай, внизу в описании я оставляю ссылку на мой инстаграм. Если ты еще не видела тот первый ролик по изгибам, тогда лучше посмотреть сначала его. Вот здесь я размещу подсказку и потом уже вернуться к просмотру этого видео. Итак, на что нам ориентироваться при выборе изгиба для каждого конкретного клиента? Я выделила три фактора. Это пожелание клиента, изгиб родных ресниц и выбранный эффект. Что касается первого фактора, вот если клиент к нам приходит и говорит четко все параметры, говорит какой определенный изгиб ему делать, мы, казалось бы, просто делаем, не заморачиваемся и все. Но все же, если ко мне приходит новый клиент, говорит мне все параметры, то я все равно сама еще оцениваю, анализирую, с чем мне предстоит работать. И вот если я вижу по ее глазам, что, на мой взгляд, не совсем запрашиваемый изгиб ей подходит, то я пытаюсь уточнить, исходя из чего был сделан такой выбор. Вот пришла, говорит, хочу доизгиб. Может быть, ей доизгиб, когда ты просто выбрал какой-то мастер, который не очень компетентен в теме моделирования, и она просто всегда наращивала доизгиб. Ну или, может быть, она вообще ни разу не наращивала ресницы, но наращивает у нее подруга, подруга всегда делает этот доизгиб, и она тоже решила, что ей нужно делать именно доизгиб. И здесь как раз-таки вот та ситуация, когда нужно клиенту объяснить, что эффекты, изгибы, вот эти параметры, они на разных глазах могут кардинально отличаться по своему внешнему виду. Почему так происходит? Да потому что из-за витки родных ресниц у нас у разных девушек тоже отличаются. У кого-то свои родные ресницы растут наверх, у кого-то смотрят прямо, у кого-то растут прямо вниз. Давайте вот рассмотрим несколько примеров. Во всех случаях я наращивала изгиб С одной фирмы, то есть изгиб полностью одинаковый. Но вот в первом случае я С ставила на родные верх растущие ресницы, поэтому по факту он получился более подкрученный, чем он вот есть на самом деле, чем если бы мы наращивали, например, на прямые ресницы. То есть в данном случае на верх растущие ресницы поставили вроде бы натуральный завиток, но на этих верх растущих ресницах по факту в итоге этот натуральный завиток смотрится не таким уж натуральным. Смотрится скорее как С+, чем как С. А на втором примере родные ресницы свои прямые, даже может быть немножечко вниз растущие. Поэтому С изгиб уже выглядит более натурально, чем в первом случае. Получается, что на этапе моделирования мы обязательно сначала должны выяснить, в каком направлении у нас растут у клиента свои родные ресницы. Для этого мы становимся вот прям напротив его глаз, просим смотреть его вот в эту точку, чтобы не бегали зрачки и сами глаза, и определяем направление роста родных ресниц. Если вы видите родные ресницы вот на фоне века, вот здесь где-то сверху, то перед вами вверх растущие ресницы. Если вы видите родные ресницы на фоне наоборот вот белого белка, да, на фоне глаза, то перед вами вниз растущие ресницы. Ну а если вы в принципе особо ресниц-то и не видите, видите какую-то такую темненькую подводку, то есть ресницы вроде бы есть, но они не наверх, не вниз, то скорее всего перед вами прямо растущие ресницы. Следовательно, наверх растущие родные ресницы нам нужно ставить такие более натуральные сгибы. Ну потому что если мы поставим наверх растущие ресницы сильный завиток, Возможно, он будет слишком сильным. Будут такие барашки, которые даже могут мешать колоть века. При работе с вниз растущими ресницами, наоборот, хочется их приподнять. И желание у клиента обычно тоже такое, приподнять эти вниз растущие ресницы. На такие ресницы ставим более подключенные ресницы, например, изгиб Т. Если родные ресницы у нас прямые, то в принципе подойдет любой изгиб. Мы просто ориентируемся на оставшиеся другие два фактора. И рассмотрим последний, третий фактор. И вы можете спросить, как вообще изгиб зависит от эффекта. Очень просто. Мы вспоминаем, что для того, чтобы добиться эффекта на сужение, нам нужно использовать более пологие желательные изгибы. Это не значит, что для лисы мы обязательно должны брать B или C. В D-изгибе тоже я пробовала делать лису, и уверена, многие. Можно экспериментировать. Нужно просто понимать, что лиса в C-изгибе будет более острый, более выраженный. Вот этот эффект на сужение будет более выраженным, чем если бы мы делали лису в подкрученном изгибе, например, в D. А для округляющих эффектов как раз-таки наоборот подходят более подкрученные изгибы. Например, эффект кукла будет смотреться более таким округлым. В изгибе D, опять же, например. В C-изгибе, на самом деле, округляющие эффекты я не пробовала даже, наверное, делать. Но уверена, что в таких более натуральных эффектах такого прям сильного округления уже не получится. Я очень надеюсь, что данное видео было для вас полезным, интересным. Если это так, то, пожалуйста, поставьте палец вверх. И пишите в комментариях, какую бы тему вы хотели бы рассмотреть со мной в следующем ролике. Спасибо большое за просмотр. Мы увидимся в следующем видео. Пока!